Как никогда зал районного дворца культуры созвездия полон, нет ни одного свободного места. Очень приятно, что у нас много защитников и настоящих мужчин, ведь их большинство в зале. Здесь ветераны Великой Отечественной войны, кадеты, а также военнослужащие частей, дислоцированных на территории Дмитровского района и, конечно же, школьники. Одним из первых с праздником защитника Отечества мужчин поздравил глава Дмитровского района, полковник в запасе Валерий Гаврилов. Канун Дня Защитника Отечества хотел вас сердечно поздравить, как никогда очень важным этим днем, потому что мы прекрасно понимаем все, что происходит на внешнеполитическом пространстве отношения Евросоюза, отношения Соединенных Штатов и других многих стран нашей Родины, нашей Российской Федерации, России. Я думаю, что Россия сильна, когда сильна сегодня наша армия, когда сильен на сегодня российский народ. Валерий Гаврилов отметил, что этот праздничный день является символом верности Родине, благодарит и вдохновляет наших защитников. Глава выразил благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за их подвиг, стойкость, за ту великую военно-патриотическую работу, которую они проводят среди молодежи и детей. Далее на сцену пригласили ветеранов, очевидцев и воинов той страшной войны. Валерий Гаврилов наградил наших героев юбилейными медалями – 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Что касается праздничной программы, то в этом году организаторы отличились. Взбудоражил все сердца в этом зале номер, подготовленный образцовым коллективом Большого детского хора имени Евгении Яворовской «Дети войны». Сердце войны, сердце маленькое, в горе бездомное, сердце слова, отчаянный дом, и не красный, примит ветеранов, неужбожный, примит ветеранов. Этот номер никого не оставил равнодушным. Сразу после него собравшиеся гости почтили минутой молчания память павших. А затем кадеты со сцены РДК отправились возлагать цветы к стелле «Город воинской славы» – вечному огню и памятнику воинам-интернационалистам. 23 февраля – праздник тех, кто преданно служит нашей Родине, кто готов в любую минуту исполнить свой долг и защитить нашу Родину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова